В проекте «Чемпион-37» в этом году приняли участие больше 4 тысяч ивановцев. Итоги летнего спортивного сезона подводили в четверг. «Чемпион-37» – проект уникальный, существует в областном центре уже два года. Изначально создавался для того, чтобы разнообразить досуг ивановцев всех возрастов, а заодно приобщить их к активному образу жизни. Но со временем перерос в большое спортивное движение. В этом году к активным тренировкам на свежем воздухе добавился новый формат. Впервые в этом году мы привели спортакиаду ТОСов в новом формате. Когда 30 ТОСов соревновались по четырех видам спорта, в формате сначала крых тренировок они сначала приобретали определенные навыки, они сначала готовились к тем соревнованиям, а потом уже проводили по этим четырех видам спорта небольшие турниры и определяли лучшего призера, лучшего финалиста по тому или иному виду спорта. За прошедший сезон в проекте приняли участие 19 спортивных федераций и 4 фитнес-клуба. Для горожан провели более 250 открытых тренировок. Для организации «Чемпион-37» – возможность продемонстрировать преимущество своего вида спорта, охватив как можно большую аудиторию. Федерации тайского бокса удалось произвести впечатление. После открытой тренировки открыли новых перспективных спортсменов. Мы провели три открытых тренировки в 58-й школе, в московском микрорайоне и на открытой площадке. После этого к нам люди записались, записались и дети, и взрослые. Количество людей, которые занимаются тайским боксом, после этих открытых тренировок стало больше. Самых активных участников проекта «Чемпион-37» среди организаций поблагодарили, вручив памятные знаки. Но на этом сотрудничество не закончится. Впереди зимний сезон. На него организаторы также возлагают большие надежды. Самая интересная фишечка, которая ждет всех любителей спорта в этом году, конечно же, это предельные мероприятия, во-первых, на опорных площадках. В качестве опорной площадки остается у нас спортивный комплекс «Автокран», где каждую субботу по разным видам спорта проходят открытые мероприятия и занятия. В качестве площадок будут использованы после досования зала учреждений образования. И в этом новом году, в новом сезоне, мы предлагаем спортивным федерациям и фитнес-клубам проводить дни открытых дверей. Таким образом, мы приглашаем горожан на базу фитнес-клуба, на базу спортивной федерации, с тем, чтобы они оценили уровень оборудования, уровень оснащенности, поговорили с тренерами, с воспитанниками. Таким образом, более внимательно и детально отнеслись бы к тому, каким образом организована работа той или иной спортивной организации. И пусть основной спорт уйдет с улиц в спортивные залы, но, как надеются организаторы, от этого не станет менее интересным для ивановцев и менее массовым. Кроме того, впереди сезон зимних видов. А значит, коньки, лыжи и хоккей обеспечат участникам и активные тренировки на свежем воздухе. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.